Какая она современная и эффективная теплица? Это не только урожай с ранней весны и до поздней осени, но и возможность вырастить его, не прилагая к этому сверхусилий. Спросите, как такое может быть? Легко. Главное, грамотный подход и смекалка. В эфире программа «Теплица на радость». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. В прошлой программе «Теплица на радость» мы под руководством Сергея Новикова, нашего эксперта, произвели запуск теплицы. Были сделаны следующие работы. Мы вынули грунт из-под грядок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Застелили геотканью, засыпали привезенный грунт, качественный, который необходим для получения хорошего урожая, и инсталлировали автополив, пока подготовили его к запуску в полноценном варианте, когда будет высажена рассада. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сережа дал советы, что можно посеять и посадить в первую очередь. Мы это сделали, и, в принципе, можно посмотреть, что получилось буквально через 2-3 дня. Эксперт программы биолог Сергей Новиков взял шефство над этой теплицей. Под его руководством владелец участка Александр, дачник без опыта, но с большим желанием выращивать богатый урожай, обустраивает свою теплицу. И надо отдать должное начинающему растеневоду. Он установил на своем участке не обычную пластиковую конструкцию, а современную теплицу, у которой открываются бока и крыша. Это уникальная разработка белорусской компании АГС-сервис под названием Тюльпан-антишторм. Такое приобретение в разы облегчает дачную жизнь. Через открытые боковины легко можно подвести грунт и удобрения. В дождь открыть крышу для естественного орошения, а в жару проветрить. Александр и Сергей уже оценили все прелести этой конструкции. Эта теплица действительно на радость. Первые всходы появились, и даже уже что-то можно собирать, но, в принципе, мы дождемся, когда лук вырастет побольше. Тут больше важно было протестировать саму теплицу, полив пока в таком лайт-режиме. Я его запускал в ручном варианте, то есть приходил, включал, все поливалось. Когда мы развернем полностью систему полива, тогда уже будем настраивать ее в автоматическом режиме. Посмотрим, как это будет работать. Пока все очень нравится. Сегодня, отправляясь в подшефную мне теплицу, я ставлю перед собой несколько задач. Первое – оценить результаты того, что мы сделали в прошлый раз. А еще я хочу привнести изменения, которые позволят получить самый большой урожай и получить от теплицы максимальную выгоду. А еще я сегодня планирую посадить картошку. И меня спрашивают, а в какой день, в какие числа лучше всего это делать? А я вам отвечу, это знаю не я, а это знают растения. Например, вот эта береза. Смотрите, давно замечено, что как только лист на березе достигнет размеров 5-рублевой монеты, это лучшее время для посадки картофеля. Откуда береза знает, что именно сейчас нужно сажать картошку? А береза знает по температуре и по освещению. Она как раз говорит нам, что теперь возвратные заморозки маловероятны. Почва прогрелась и картошка не померзнет. А это значит, мы сегодня посадим картошку во всем правилам. Взяв все необходимое, я отправляюсь на участок. Александр Иванович, приветствую. Привет, Сережа. Ага. Да, видишь, я тут уже наслаждаюсь. Каждый день ходил, проверял, вылезла, не вылезла. Вылезла. Но я пришел не только порадоваться результатом нашего совместного труда, нашей деятельности. Я заметил кое-какие проблемы на участке. И помимо теплицы, я хочу предложить несколько способов решения их. А помимо этого, мы немножко с тобой перепоздали. Вот нужно было... Да, вернемся просто. Да, посеять деленные культуры и посадить картошку чуть раньше. Уже природа кричит, давай, сажай. А мы немножечко вот увлеклись техникой. Так вот, для того, чтобы мы это время, упущенное с тобой... Наверстали. Наверстали, да. Я принес тоже несколько препаратов, которые позволят нам это сделать. Круто. Но об этом я поговорю чуть позже. Ну, давай посмотрим внимательно, что у нас здесь происходит. Ага. Так, тут вот хочется оторвать, да. Ну, прям взять так. Да, ну, оторви. Попробуй. Да, правда. Самый большой. И оценят. О, сладкая. Сочная, да. Собирая первую зелень, мы ослабляем, соответственно, луковицу. Так. Рассчитывать на крупную репку мы с этого участка не будем. Если мы хотим получить репку, мы даем луку полностью вырастить свою зелень, которая получит весь необходимый свет. И все питание потом перетечет в луковицу. Я заранее знал, какие работы нам предстоят, поэтому подготовился основательно. Дело в том, что ученые и специалисты давно изучили физиологию растений. Они поняли, что, какие вещества нужны для стимуляции и какие нужны для подкормки. И создали целую линейку препаратов, которые позволяют, вот в нашем случае, для начинающих огородников сделать все по науке. И при этом не навредить растениям и своему собственному здоровью. Препараты серии «Фитактив» компании «Бинам» – это уникальная разработка российских ученых. Впервые в мире в составе сельскохозяйственных препаратов используется активный углерод «Фуллерен», который обеспечивает питание клеток растений. Препараты «Фитактив» помогают стимулировать рост корневой системы, зеленой массы и цветения. Антистрессовые препараты, витаминные комплексы и специальное удобрение укрепят иммунитет растений. Комплексное удобрение поддержат в различные фазы роста, а средства защиты помогут уберечь от вредителей. «Фитактив» – агрохимические препараты с доказанной эффективностью. Помимо посева семян у нас еще предстоит обработка клубней картофеля. И я сегодня принес несколько вариантов. Вот такой. Это я все в магазине купил. Варианты такие разные. Настолько разные. И, наконец, положу третьего. Ты можешь мне физиологически объяснить, для чего картошку выставляли на свет? Ну, наверное, чтобы тут ростки появились. Ну, то, для чего ее прятали в погребе, чтобы они не появлялись, тут как раз в другую сторону. А знаешь, что тут самая главная штука заключается в другом абсолютно? Когда мы вынимаем клубни на солнце, да, под кожурой, точнее в кожуре этого клубня, начинает вырабатываться специальное вещество, которое называется солонин. Когда люди неправильно хранят картофель, и он зеленеет, да, он прорастает, и можем отравиться. Так вот, для проращивания как раз вы должны выработать в этом растении солонин, который будет препятствовать поражению картофеля. Картофель станет более сильным, у него повысится иммунитет. Именно этот способ прозеленения картофеля является, как бы, обязательным для предпоседной обработки этого материала. Мы сейчас практически перед собой видим три варианта, да. Первый – это картофель овощной, тот, что мы покупаем в магазине, да. Мы выбираем обычно картофель, ну, среднего или крупного размера, его удобно чистить. Его удобно приготовить в пищу, но, вот если мы посмотрим... Да, у него в лосковке в них не хочется. И картошка, которая продается в магазине и которая подходит для использования в пищевых целях, не для посадки, обрабатывается специальными веществами, которые тормозят развитие глазков. То есть картофель будет всегда товарным, красивым, гладким и не будет образовывать солонина при правильном хранении. Ну, из него ничего не получится. Увы, увы, он предназначен для питания. Понятно. Мы можем поступить и следующим образом. Мы заложили картошку на хранение, да. Часть из нее, из этой картошки мы съели, а вот мелкую картошку возьмем и используем для посадки. А для того, чтобы эта картошка рано вступила в пору плодоношения, для того, чтобы она получила все необходимое питание, мы как раз и используем средства, которые помогают нам эту картошку простимулировать. А здесь содержатся все необходимые макро- и микроэлементы, и при этом стимуляторы образования ростков. Ну, давай попробуем, да. Попробуем. Водорастворимый концентрат «Фитактив Экстра» эффективно воздействует на растения в сверхнизких дозировках, позволяя получать большой и здоровый урожай. Раствор для обработки семян готовится просто. Один миллилитр стимулятора роста на один литр. Замочить семена на один час. Пока раствор работает, есть время подготовить грядку. Я предлагаю сегодня посадить картошку разными способами. Вот, это здорово. Легким, облегченным и для профессионалов. Нашу теплицу в этом сезоне мы решили использовать по максимуму. Не только для того, чтобы вырастить там овощи, но и помочь нашему участку приобрести новый, красивый, законченный вид. Например, размножить такое замечательное растение, как тую. И именно теплица подходит нам для того, чтобы укоренить черенки туи лучше всего. Что нам для этого потребуется? Во-первых, теплица. Во-вторых, грунт, который мы туда уже занесли. А также посадочный материал. Берем от взрослого, или так называемого, маточного растения небольшие фрагменты, вот такие веточки. Причем руками отламывать намного полезнее, потому что разрыв идет по сосудам растения. И возьму еще один черенок. Оп. Вот. Это и есть посадочный материал. Мы воспользуемся специальным средством, которое поможет простимулировать корнеобразование у растения и быстрее совершить процесс укоренения. Что нам потребуется? Небольшое количество воды. Моя веточка. И, согласно инструкции, мы разводим стимулятор корнеобразования растений. И теперь мы погружаем основание черенков туи в этот стимулятор. Ну а пока наша туя обрабатывается в растворе, я пойду посмотрю, чем там занят Александр. По-моему, он занимается не очень нужной работой. О-хо-хо! Я смотрю, артель напрасный труд работает, не покладая рук. То, что сейчас вот происходит, кроме как издевательства над своим собственным организмом, я назвать не могу. Потому что при перекопке, во-первых, нужно удалять все корневища, которые вот здесь находятся. Все. Все. Мне кажется, это нереально. Это нереально, да. И, кроме того, если мы хотим все-таки вот здесь получить урожай картофеля, который мы обработали по всем правилам, сюда нужно будет принести питательный грунт, который мы заносили, кстати, и в теплицу. И без этого не обойдешься. А вот для себя я предусмотрел... Так, я смотрю, ты хорошо подготовился. Помимо тяпочки у нас есть вода. Держи. Ну я знал, что копать придется. Копать придется? Копать придется. Копать придется. Отсюда и до вечера. Как полагается. Минеральная вода «Кисловодская целебная» – глоток живительной влаги в разгар теплично-огородной компании. Эта вода – настоящий эликсир здоровья и долголетия. Это настоящее спасение для тех, кто хочет похудеть, избавиться от болезней желудочно-кишечного тракта или просто поправить свое здоровье. К тому же «Кисловодская целебная» очень приятно на вкус. Я с помощью вот этой ручной тяпки уберу просто немножко сорняки. И самая моя главная задача – немножко взрыхлить этот неплодородный грунт для того, чтобы сюда смогли проникнуть корни картофеля. А пока я пошел за нашим картофелем. Он уже прошел в предпоседную обработку. А я за землей, да. Кому что. Картофель – это такая культура, которая не терпит загущения. А это значит, что между отдельными клубнями мы будем соблюдать расстояние как минимум 30 сантиметров. Я возьму те корнеплоды, которые обработаны и не обработаны, и отправляюсь на нашу грядку. Едем? Да. Едем, едем. Кто-то работает головой, а кто-то руками. Вот то, что у тебя сейчас происходит, это называется смена грунта. Мы засыплю сюда плодородный грунт, а вот то, что на моей части, я назову это восстановление плодородия почвы естественными, то есть природным способом. Тебе, как говорится, грабли в руки, а мне все на охапку. Для чего я буду использовать это сено? Оно мне нужно для того, чтобы я посадил картошку несколько необычным способом, но, как уверяют некоторые, этот способ позволяет получить ровно такой же урожай, как и на хорошо обработанной почве. Кроме сена, для моего способа посадки картофеля потребуется еще и средство, которое содержит микроорганизмы, которые будут способствовать разложению этого сена. И это сено превратится не только в способ мульчирования, но и отдаст необходимые макро- и микроэлементы картошке. На тебе обработанную. У меня не обработанная. И начнем раскладывать. Делаем две стежки-дорожки. Так, по сколько штук получится? Я думаю, что 30, 30, 4 картошки здесь и 4 картошки здесь. Все, окей. А на какую глубину? Знаешь, я бы тебе даже дал тяпт. Где-то на глубину примерно 10-15 сантиметров. Чтобы ростки у нас, во-первых, были крупными и крепкими, они не будут тратить много сил на то, чтобы пробиться из почвы. И с другой стороны, картошка будет надежно заглублена. Да. Ну и еще один нюанс. Картофельные, которые будут посажены по заднему плану, то, что ты сейчас делаешь, это картофель обработанной стимулятором. А теперь нестимулированную картошку ты посади по первому, по переднему плану. Пока не вытряхивай. Так. Смотри. Технология заключается в следующем. Я беру отдельные картофельные, подай-ка мне пакет. Уже. И сажаю вот в эту необработанную почву примерно на глубину там, ну, 5-7 сантиметров, неглупо. Раз. Ну, тут так чуть-чуть присыпаем. С такой же чистотой, как у тебя, для того, чтобы эксперимент у нас был чистым. Картофель номер 2. Теперь мы насыпаем слой примерно 12 сантиметров. Это эмульча тебе, это тебе удобрение, все одновременно. Пахнет как хорошо-то. Прямо деревня. Деревня. Саналов. Прислай и наночут на нашу дачу. Теперь, для того, чтобы вот этот слой начал работать как удобрение для картошки, а не только в качестве утеплителя, да, синтепона для наших картофелин, я развожу препарат, который состоит из полезных бактерий, которые как раз сено начинают разлагать, превращаю его в удобрение. Согласно инструкции, развожу препарат, доливаю его в необходимое количество воды. И с помощью этого раствора, это по-настоящему биологически активная жидкость, я обрабатываю вот этот слой. С этим у нас все закончено. Это тот слой, который будет работать на плодородии нашей почвы. Ну, и теперь после полива мы второй слой сухого сена выкладываем сверху. Мы укрываем наших полезных бактерий, которые начали свое не грязное, а самое, что у меня есть чистое и полезное дело. Выглядит прекрасно. А тем временем предлагаю все-таки пройти нашу теплицу, посмотреть, что там, потому что нам предстоит еще масса работ. Пойдем. Я вот принес такие замечательные подвесные кашпо. Держи. Для цветов. Для цветов. Но мы будем сажать не цветы, хотя и к цветам тоже их можно отнести. Это земляника. Вот давай присядем. Я вот сюда поставлю. Земляника сейчас в самом, что называется, соку и в самом цвету. Но, вот, коль уж мы решили, что будет у нас использована вся площадь, да, весь объем теплицы, то мы с тобой сделаем подвесные кашпо вот с такими замечательными, да, земляничными. Да, 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 да. И подвесим их вот под крышу нашей теплицы. И тогда эта земляника не будет нам мешать развитию растений, которые находятся в грядках, и в то же время будет максимально использовать пространство. Здорово? По-моему, клево. Да, да, да. Самое главное, что на каждое такое кашпо мы будем использовать три растения-земляники. Набираем сюда часть земли. Вот у меня есть совочек. Насыпай. Примерно половину от высоты этого посадочного кашпо. Теперь изымаем из посадочных емкостей землянику. Мы ее немножко направим в разные стороны. Второе растение занимает свое место. И давай третье. Вот. Теперь пространство. Прилода не терпит пустоты. Засыпаем необходимым грунтом. Ну и тут я уже наготове со своей замечательной лейкой для того, чтобы мы эту перевалку растений совершили по всем правилам. Ну, теперь ты знаешь дальше, как поступать. Я сообразил, да. Ну и теперь растения, которые мы с тобой пересадили, мы должны подвесить по углам теплицы и именно там для них будет самое хорошее место. Именно там солнце будет попадать на листья и мы получим урожай. Ну, а подвесы для этих кашпо ты сделаешь сам. Хорошо. Коль уж мы используем теплицу по максимуму, то давай-ка займемся размножением посадочного материала туи. И расскажем, как это правильно сделать. Вот у меня есть небольшой фрагмент укрывного нетканного материала. Мы с тобой должны внутри теплицы сделать мини-парничок. Смотри, для того, чтобы посадить тую, присаживайся. Нам нужна с тобой вот часть этой грядки с хорошей землей, которую правильно ты успел подготовить. Мы сделаем с тобой вот у нас два фрагмента туи, которые мы, кстати, обработали специальным средством, которое поможет легко укорениться растению и не погибнуть. Вот мы очень хорошо разровняем почву. Мы тую несколько заглубляем под углом, для того, чтобы часть, которая находится под землей, была побольше и не высыхала. Вот мы вот так положим. Раз. И немножечко присыплем. Часть будет находиться на поверхности. И то же самое мы проделываем с растением номер два. Ну и это не помешает с растением, которое было здесь? Абсолютно нет. Дело в том, что они будут немножко у нас на самоизоляции. Смотри, мы посаженные растения обязательно поливаем. Не экономим воды. И затем мы берем нетканный укрымной материал, который дышит. Это важно. Но при этом он будет сохранять часть влаги и будет создавать такую атмосферу, чтобы листья не высохли, пока нет корней. Так, и полив тоже туда подвезти нужно будет. Можно будет. И тем более, чем хорош наш полив? Он будет поставлять влагу не просто расходу в воду, а капельно каждому растению. Вот мы сейчас можем вот так открыть и подвезти сюда капельный полив. Работ предстоит еще немало, поэтому без водички мы сегодня не обойдемся. День солнечный. А теперь мне нужно огласить весь список для твоих домашних работ, чтобы ты не забыл. Первое, что тебе нужно будет сделать здесь, это подвести капельный полив к туй. Потом мы с тобой замочили семена в стимуляторах. Рост и прорастание. Тебе их нужно будет посеять. Ты аккуратно взбалтываешь смесь, не вынимая семена, и просто проходишься по рядкам. Ну и наконец, ты должен будешь сделать эту грядку и обработать ее так, как мы с тобой все сделали по правилам. Ну и, конечно, тебе нужно будет уже покупать рассаду для теплицы, потому что время мы упустили. Хорошо. А я приду, проверю и помогу тебе новыми способами и новыми методами повыращивания. Спасибо, Сережа. Все у нас получится. Слева. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!